МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С вами Борис Тенцер и программа «Контакт по понедельникам». Здравствуйте. Понедельник – хороший день, хороший день и до начала. Это начало тех дел, которые мы намечаем на эту неделю. И нам всегда помогают, по крайней мере, очень часто помогают те гости, которые к нам приходят, и часто те дела, которые они совершают. У нас сегодня гость, который для многих был где-то примером, а где-то просто заставлял задуматься о том, как они живут и как надо бы жить. У нас и не в гостях писатель Владимир Николаевич Войнович. Это человек, который, по крайней мере, моем, насколько я помню себя, я рос, и всегда у меня где-то на культурном фоне я все время слышал и помню, что существует такой человек, человек, который совершил поступок, человек, который имеет свое мнение на происходящее в мире. Поэтому сегодня, когда в гостях Владимир Николаевич, всегда хочется спросить что-то такое, о чем, может быть, многие годы это не удавалось сделать. Прежде всего, Владимир Николаевич, я хочу вам сказать, что ваш поступок в свое время, когда вы сказали вот большому, огромному государству и большой, и огромной стране свое мнение, это было очень впечатляюще. Скажите, вы такой бесстрашный? Нет, я обыкновенный. Но дело в том, что это же, это не то, что вот я дошел до какого-то момента и совершил нечто. Это путь к этому идет постепенно. Вот если говорить так кратко о моей литературной такой судьбе, то это значит, что, ну вот я начинал, я хотел быть обыкновенным советским писателем. Вот я... Пользовался всеми льготами или как? Нет, не в этом смысле. Это, честное слово, он был на втором месте. А что такое советский писатель? Ну, советский... Вот когда вы начинали. Ну, когда я начинал, когда я начинал, я хотел писать, во-первых, я хотел, во-первых, быть хорошим писателем, во-вторых, печатающимся писателем, чтобы я, как писатель, входил в литературу во время оттепеля. Это время было, как бы другие не относились к этому, а это было время надежды. Это была либерализация. Не зря называлось это оттепелью, потому что вот после морозов в сталинской эпохе, значит, потеплело чуть-чуть, снег сошел, травка... Но это мы сегодня говорим оттепель, потому что после оттепеля опять наступает заморозки. А тогда это было потепление, да? Тогда было потепление, была оттепель, потом заброски наступили, все правильно, оттепель была. И вот это, прежде всего, я хотел выразить себя, а льготы, это там дело десятое. Я, кстати, ими почти никогда не пользовался, и, кстати, не очень даже стремился. Вот их было не так много, как некоторые думают. Давали десять рублей по больничному листу, и можно было, если очень сильно просить, чего я не делал, можно было иногда получить бесплатную путевку в каком-нибудь доме творчества. Скажите, пожалуйста, ну вот сегодня, оглядываясь как бы назад, и, ну, ретроспектива диссидентского движения, людей, которые пренеберегали многими вещами, которые понимали, что... или не понимали, что они могут все потерять, они могут оказаться в лагерях. Только что недавно, как бы во время оттепеля, немножко позднее, люди узнали историю, как погибали их отцы, их деды, как вообще, что происходило с людьми. Как вы считаете, эти люди, они были сделаны из какой-то, я не знаю, какой-то другой генетической массы? Откуда у них было вот это вот стремление собой жертвовать? Ну, вообще, кроме всего, диссиденты были разные. И были, конечно, люди, которые всегда готовы с собой пожертвовать, и сейчас есть такие вот отважные. А есть люди, которые жили по принципу «не могу молчать». Я, скорее, вот к этой категории относился, потому что когда власть, когда вот начались опять заморозки, и когда власть стала грубо нарушать права человека, которые она остерегалась нарушать до этого, когда стали арестовывать, сажать людей ни за что, тогда я просто не смог молчать. Может быть, оттепель виновата в том, что она как бы показала людям, что такое свобода, что такое возможность выражаться, быть вообще самим собой, скажем так. Ну, оттепель, конечно, способствовала этому, безусловно. Если бы не было оттепеля, я бы вообще не был писателем, то, во всяком случае, вряд ли меня кто-нибудь бы печатал, и мой голос был бы не слышен. А благодаря оттепель я немножко подрос. Да, голос ваш, конечно, был очень хорошо услышан. У меня перед глазами указ Президиума Верховного Совета Советского Союза о лишении гражданства СССР Войновича. Учитывая, что Войнович систематически занимается враждебную Союзу СССР деятельностью, наносит своим поведением ущерб престижу СССР, Президиум Верховного Совета постановляет и дальше лишить вас гражданства. И подпись Леонид Брежнев. Да. Леонид Брежнев приложил как бы руку. Скажите, пожалуйста, сегодня, оглядываясь назад, вы знаете, иногда у человека такое бывает, происходит что-то неприятное, даже, может быть, трагическое, но, оглядываясь потом, спустя время, он говорит, если бы не это какое-то не очень приятное событие, оно бы не перевернуло мою жизнь и не сделало бы того, что я в конечном итоге хорошее получил. Как вы, оглядываясь назад, смотрите на Брежнева? Вы ему признательны или вы все-таки считаете, что он ваш противник, потому что дальше вы пишете, что ему отдельное письмо? Я Брежнева презирал тогда и презираю сейчас, посмертно, потому что это был серый, глупый лидер. Они, в общем-то, он был не один такой, но, в общем, сейчас некоторые люди вспоминают Брежнева и брежневскую эпоху с ностальгией. У меня никакой такой ностальгии нет. Это был такой партийный бюрократ, добравшийся до самых верхов. Он был не самый злой, может быть, но и вообще-то недобрый, потому что там добрых не было. И вот когда говорят, например, говорят, что вот Ельцин разрушил Советский Союз или Горбачев, так вот я вам скажу, больше всех Брежнев разрушил. Но тот факт, что вы оказались за границей, это каким-то образом помогло вам стать более, сильнее определить себя и свое место в истории и в жизни? Ну, тот факт, что я оказался за границей, но я не буду за это благодарить Брежнева. Вообще, если бы у нас была нормальная обстановка, я бы просто поехал за границу, поехал бы и потом, наверное, вернулся. Но писателю нужны иногда неприятности, чтобы... Нужно, да, это я согласен. Может быть, не такие большие. Вот, но дело в том, что... Но я считаю, да, заграничный опыт мне... Я не хотел уезжать, между прочим, очень не хотел. Но когда я пробовал какое-то время за границей, я понял, что этот заграничный опыт мне очень нужен. Как писателю, как человеку. То есть, иногда неприятность может обернуться какое-то положительное. Ну, да, но все-таки, да, я посмотрел на мир с другой стороны, другими глазами. Есть такая поговорка, из каждой свинины можно вырезать кусочек ветчины. Да. Какой-то кусочек вы тоже вырезали. Скажите, пожалуйста, ваша эмиграция была, скажем так, многослойная. Это была Германия, это были Соединенные Штаты Америки. Может быть, даже я не все знаю, хотя, в общем-то, мне казалось, я многое знаю из вашей жизни. Вы жили в Америке. Мы сейчас с вами находимся на телевидении, которое больше своей части смотрят люди, которые в свое время покинули Советский Союз, Россию и выбрали Америку как новую свою родину. Почему вы покинули Америку? Ну, потому что я не выбрал как новую родину. Вам что-то не понравилось здесь? Нет, я не могу сказать. Но дело в том, что мы сначала попали в Германию. Я, моя жена, моя дочь попали в Германию. Дочка там училась в школе, она там... В общем, как-то там прижились, а потом приезжали в Америку. Я Америку очень люблю, я жил здесь два года. Ну, один раз в год и второй раз в год. Но, кроме того, я в Америке был, ну, не меньше 50 раз. Больше, наверное, больше. Может быть, даже и 100 раз. Потому что у меня были года, когда я по 6 раз в год ездил в Америку. Я люблю Америку. Я, кстати, люблю по ней ездить на машине. И вообще чувствую себя здесь довольно свободно. Ну, тогда, тогда как-то все-таки я был не один, и жена, и дочь хотели больше в Германии. А сейчас мне нравится, извините, в России. А, да. То есть сегодня... А я сейчас живу в России. То есть вы считаете, что вы живете в России? Да я не считаю, я живу. А считать я могу что угодно. Это началось после того, как вам Горбачев подписал отмену указа Брежнева и вернул гражданство? Он вернул гражданство. Я жил какое-то время долго так на два дома. Но в Мюнхене и в Москве, и в Америке тоже сюда тоже часто приезжал. Но сейчас я все-таки живу в Москве. Скажите, вот Россия очень часто у нас в передачах, в разных студиях, мы говорим о том, что такое сегодня Россия. Есть люди, которые ее защищают. Опять же, звонят на передачи, говорят о том, что они обижаются, если Россия обижается. Говорят что-то не очень приятное. Есть люди, которые не хотят вообще даже слышать и видеть. У вас есть представление, понятие, как бы, что такое, могли бы вы сказать, родина и преданность родине? Вы знаете, это вопрос и простой, и непростой, потому что преданность, можно быть преданным родине. И вообще, находясь далеко от нее, это тоже бывало, путешественники всякие. Которые уезжали на многие годы. Ну и всякие есть работы, дипломаты, журналисты и так далее, уезжают на много лет. Но преданность родине, она по-разному проявляется. Потому что преданность родине, можно ее ругать, критиковать, бороться за что-то новое. Вообще бороться против власти можно, потому что просто надо не путать. Власть, родина, государство, страна, народ, это понятия разные. Но все понятия родина, вы как бы разделяете, что есть какое-то такое понятие, которое невозможно разменять или поменять, или нет? Ну, это тоже, это очень зависит от характера. Причем я никого не осуждаю. Есть люди, которые знают свой уголок и не могут его никогда покинуть. Есть люди, склонные к дальним странствованиям и вообще, и хотят жить где-то в другом месте. Есть люди, которые любят березки, а другим пальмы ближе, понимаете? А вам что ближе, березки или пальмы? А мне, пожалуй, акации, потому что я родился вообще-то не в России, я родился в Таджикистане. А вот вам обидно вот сегодня, когда говорят в России, что вот люди, которые там приехали из Кавказа или еще кто-то, что их вот кто-то притесняет, иногда даже криминальные элементы бывают. Ну да. Как-то вы воспринимаете это болезненно, по-особому? Да, я болезненно это воспринимаю. Я вообще враг таких людей. Я их ненавижу, тех людей, которые вот там бьют кавказцев или еще кого-то. А вот то, что вы сейчас говорите, эту фразу «я враг, я ненавижу», это ваш голос в России сегодня слышно? Я думаю, не очень, потому что сейчас голосов, есть другие голоса, есть такие политические публицисты, кому... Я занимался публицистикой, но сейчас я ушел в другую, поэтому я не могу сказать, что мой голос очень слышен, но если надо, я его подам. А вообще в России всегда писатель — это был оракул. Это был человек, на которого массы смотрели с надеждой, скажем так, хотя бы, что он что-то объяснит вам. Вы чувствуете себя таким человеком сегодня в России? Ну, вы знаете, я для того, чтобы чувствовать себя оракулом, надо совершенно не иметь чувства самоиронии, поскольку она у меня есть, то я так свое оракульство оцениваю не очень высоко. Ну, так просто всегда, всегда литература была каким-то нравственным эталоном или камертоном, и вообще, и когда писатель сам старался слышать этот камертон, тогда, по-моему, это было нормально. Сейчас часто многие писатели, они не то, что не оракулы, они не совесть народа, не пример ни для кого, а просто есть люди, которые просто деньги зарабатывают. Ну, вот у меня есть выдержка из вашего романа «Москва, 2042 год». И есть описание «Гениалиссимуса», в котором вы пишете «Гениалиссимус, молодой, энергичный, генерал КГБ, участник Великой Августовской революции, герой бурят-монгольской войны и битвы за Улан-Удэ, много передвигается, решает все проблемы и свободно говорит по-немецки». Как вы думаете, кто это? Я думаю, мы не будем спрашивать наших зрителей, но я думаю, что многие из нас, из них наверняка, увидят в него лицо сегодняшнего премьер-министра. Но имейте в виду, что я написал это в 1982 году. О, мы говорим об оракулах, мы как раз об этом говорили. В 1982 году. Вы умеете загадывать ваши предсказания? Вы знаете, что дело в том, что есть еще, мне кажется, что у меня есть, то есть я умею наблюдать жизнь и анализировать некоторые тенденции. У большинства людей этого нет. Поэтому в 1982 году, в 1980 году многие люди вообще не могли себе представить, что положение в Советском Союзе тогдашнее как-нибудь изменится, что произойдут какие-то серьезные перемены. Но если бы они внимательно наблюдали за этими тенденциями и анализировали, они бы поняли, что это будет неизбежно так. Я тоже, я наблюдал, я смотрел, как какие тенденции могут развиваться. Я видел, например, у меня в этом романе, там церковь сливается с государством и с КГБ, да. Значит, я видел, что такое движение происходит. Я подозревал, что вот когда-нибудь они сольются. Я видел, что КГБ играет все большую роль в руководстве государством. И вот потому, что в то время многие высшие партийные чиновники, у них уже были такие советники из КГБ, потому что люди из КГБ были более образованы, чем партийные выдвиженцы, которые, говоря старыми словами, кончили только ЦПШ и ВПШ. ЦПШ – это церковно-приходская школа. Вот, а эти, они кончили Институт международных отношений, высшая школа КГБ, вот. И я видел, что в конце концов, что они подбираются к власти и подберутся когда-нибудь. И вот это произошло, да. Даже в своем послании, в обращении к Брешневу, которое вы сделали через газету «Известия», которая, конечно, это не напечатала, вы говорите о том, что наступит такое время, когда люди будут сдавать на макулатуру его книги, чтобы напечатать ваши. Да. Ваши книги печатают? Мои книги печатают, большими тиражами, я жаловаться не могу. Может сегодня писатель в России прожить на те деньги, которые печатаются книгами? Ну, я живу, да. Вы живете. Это… Ну, не каждый, потому что некоторые живут очень хорошо. Есть писательницы, вот, особенно женского рода, Донцова, Устинова, все, они получают огромные деньги, огромные просто. Так что, может. А некоторые есть писатели, которые печатают книги за свой счет, тогда вообще трудно. Я бы хотел вернуться немножко, как бы, обратно опять к эмиграции, поскольку этот вопрос очень для нас актуален, становление в эмиграции, найти себя в эмиграции, остаться самим собой в эмиграции. Как у вас складывалось отношение в эмиграции? Как у вас складывалось отношение с эмигрантами, с различными организациями эмигрантскими? Вы знаете, я не очень стремился сливаться с этими организациями, потому что у нас как-то мы были разрознены. Вообще вот на… Я не знаю, как сейчас. Сейчас я плохо знаю эмигрантскую жизнь, тогда, впрочем, тоже не очень. Но вот хотя бы даже здесь, в Нью-Йорке, значит, были общины, общины там польские, украинские, еврейские. Они все остались, это все пока есть. Еврейские, да, еврейские. А вот просто, ну вот там община русских евреев, я бы сказал, да. А вот просто русских, и особенно русские литераторы, они жили все время в каких-то странных отношениях, поэтому я не могу сказать, я не жил такой в полном смысле эмигрантской жизни. Так это у меня получилось. Я просто приехал в Германию, поселился там в деревне, и жил в этой деревне, подружился с жителями этой деревни, общался с ними. У меня были некоторые эмигранты, но это друзья, которые работали на «Радио Свободы», например. Это все напоминает мне, вот вы говорите, приехали в небольшой городок, там деревник и так далее. Это мне напоминает решение Солженицына, который приехал в Америку, тоже поселился в Вермонте, в небольшом городке, и тоже подружился с местными жителями, не обращаясь с общиной. Я знаю, что у вас есть определенное отношение к Солженицеву. Его жизнь закончена. И, как говорили древние, жизнь можно оценить только тогда, когда человек покидает этот мир. Я знаю, что последние годы, ну, у вас высказывания были довольно критические по отношению к нему. Вот сегодня, когда его жизнь закончена, когда можно поставить, как бы, последнюю точку и посмотреть в объеме на всю эту жизнь. Что вы можете сказать? Вы как-то меняетесь по отношению к нему? Или что вы как бы... Нет, видите ли, дело в том, что есть какие-то принципиальные соображения вот в отношении к той или иной личности, да. Есть разногласия идейные, эстетические, все. Они остаются от того, что человек умер, эти разногласия никуда не ушли просто. Поэтому мне его многие взгляды были чужды. Но Солженицын – крупная фигура, он лицо, он фигура историческая. Это я никогда не отрицал. Вот, кроме того, Солженицын написал один шедевр, это «Один день Ивана Денисовича», два романа. Один очень хороший роман «В круге первом», второй роман «Раковый корпус», мне не так нравится. Ну, в общем, короче говоря, он писатель крупный, но сильно преувеличенный при жизни. У меня... Я вообще ничего про него даже оскорбительного не говорил. Просто его защитники... Значит, если я говорил, что когда сравнивают его с Львом Толстым, я говорил, ну, все-таки, ну, не надо так. Они очень сильно сердились. Как это так? Вот, кроме того, взгляды его, взгляды его мне очень многие не нравились. Я об этом говорил, они мне сейчас не нравятся и не будут нравиться. Я сам тоже скоро умру, и все равно, ну, наши идейные разногласия, они останутся. Так, в истории, скажем. А вы можете назвать литераторов России, современных литераторов России, которые вы считаете, что они действительно столпы? Нет, я столпов не знаю, нет. Столпов не знаю, нет. Люди, которые действительно делают сегодня русскую литературу? Ну, русская литература существует в каком-то виде, но у нее бывают спады, бывают взлеты. Какие личности? Вот. Ну, нет, очень крупных писателей я просто не знаю. Может быть, они есть, но я не знаю. А сегодня вообще в Москве есть вот объединение писателей, как в прошлые добрые времена, когда вы вступали в советский писатель? Да, но есть. В дом литераторов? Есть, есть. Но это не играет той роли, понимаете? Дело в том, что в советское время писатель, это был, кроме всего, статус. Вот вы сказали там, что там я забыл, пойти или что там у нас были. Значит, вот. Но, кроме того, самое главное, кстати, главная привилегия, вот это была важная привилегия, что члены писателей не должен был ходить на работу и вешать номерок, так? Кроме того, писатели состояли в одном, и был единственный союз писателей. Значит, писатели состояли в одном союзе, жили в одних и тех же домах, ходили в один и тот же ресторан. Это хорошо или плохо? Это плохо, потому что это признак тюрьмы, вот. Ездили в одни и те же дома творчества. Но это была такая, ну, большая социальная группа, сплоченная. То есть не сплоченная в каком смысле, там были страшные враги, как скорпионы в банке. Ну, и дружбы там были очень сильные. И писатель зависел от своего пребывания в союзе писателей. Сейчас писатель ни от чего не зависит, он может быть один, одиночка, поэтому... То есть никаких привилегий членства в союзе сегодня? Абсолютно, никаких привилегий. Вы член союза писателей России? Я член союза писателей Москвы. Я, честно говоря, не очень знаю, какая между ними разница. Но это хорошо. Но дело в том, что в то время это как-то было, в общем, обязательно надо было ходить на какие-то собрания, потому что там кого-то избирали. Вам было 30 лет, да, когда вы вступили в союзе писателей? Вообще, вот так я посмотрел, как бы, этапы вашего пути. Все, как бы, складывалось очень удачно. Первая же пояс публикуется в Новом мире, член союза писателей в молодости. То есть это было, как бы, все настолько удачно. Казалось бы, баловень, который должен любить, все это нравится. Баловень, но короткое время был баловень. То есть это, в основном, избаловали слишком, избаловали? Да, но если избаловали, то слишком за короткое время. Я до того не был баловень. Вы, если изучили мою биографию как-то, то я, моя жизнь была довольно сложной. Да, была непростая жизнь. Я приехал в Москву из провинции, я был просто рабочим, все, вдруг я стал членом союза писателей. Это, конечно, в советском обществе это очень высоко оценилось. Это социальный статус довольно высокий и все такое. Но все-таки, вы понимаете, дело в том, что у меня, во всяком случае, было, ну и у других писателей тоже, представление о гражданском долге. А вот, например, я так скажу, я выступал много в защиту прав человека. Если бы я оставался рабочим, может быть, я бы не выступал. Потому что я бы подумал, ну кому в этом интересен мой голос? Вот, я там что-то скажу, меня просто сразу задают, и никто моего писка не услышит. Когда я был писателем, я чувствовал, что я обязан. Потому что, ну, у меня есть какое-то... Я написал повесть, которая называлась «Хочу быть честным». Да? И вот наступили какие-то времена. И я думаю, вот воображаемый читатель может сказать, вот, ты говоришь, что ты хочешь быть честным, а где же ты? Мы тебя не видим, да? Значит... То есть у вас было чувство ответственности определенной? Было, безусловно. Оно и сейчас у меня есть. Сейчас есть. Сейчас, вот, сегодняшняя Россия, то, что происходит сегодня в России, вы, как бы, готовы быть открытыми и называть вещи своими именами? Или вы все-таки с оглядкой сегодня? Нет. И вам дали государственную премию, вам вернули гражданство. Вас как-то обласкали. Ну, вы знаете, меня когда приняли в Союз писателей, меня обласкали еще больше, понимаете? И я когда-то с молодым, вот, я сказал, хочу быть честным. Я и сейчас хочу быть честным. И я иногда стараюсь не нарываться на какие-то неприятности специально. Но если возникнет ситуация, когда я должен сказать слово, я не слукавлю. Я все равно скажу правду. Дали мне государственную премию, хоть мне 10 премий дадут государственных, я скажу. Ну, а может, еще и не возьму какие-нибудь. Вы сейчас работаете над какими-то новыми произведениями, которые отражают сегодняшнюю Россию, я имею в виду. Ну, да, нет. Я сейчас пишу над произведением, которое отражает и сегодняшнее, и не сегодняшнее. Я пишу воспоминания. Но о ближайших годах тоже, так что сегодняшнее тоже отражает. А вы вообще романтик? Вот вы когда пишете, думаете. Вот я, по крайней мере, для меня было очень интересно узнать вот одна из любимых моих песен, которая так напоминает мне о тех далеких временах. Это песня «Четырнадцать минут до старта». Она настолько была, ну, где-то такая, знаете, загадывающая, романтичная, она поднимала настроение и представлялась космические корабли, караванами выходящие в космос. Это мог написать только романтик. Вы романтик? Вы знаете, я, может быть, романтик, но я себе давлю романтик. Всю жизнь давлю. Вот Чехов выдавливал раба, а я себе романтика выдавливаю. Потому что романтики очень вредные люди. Романтиками были все революционеры, которые вот думали, им снились сны, как в Вере Павловне Чернышевского. Стеклянные здания, такие какие-то райские сады, тихая музыка, что это вот все будет. А потом, когда доходило до осуществления, они брали топор и рубили головы, чтобы достичь этого светлого будущего. Я это понял давно. И я вообще не циник, но я предпочитаю даже цинизм и романтизм. Потому что циник, он делает то, что ему нужно, но лишнего зла он не сделает. Ему будет лень сделать лишнее зло. А романтик он не считается. Он не считается с правилами арифметики. Он просто думает, что вот если убить миллион этих, потом посадить миллион этих, то тогда потом можно сделать что-нибудь такое красивое. Вот так вот. Понимаете? Но в частности, песня моя, это еще кроме всего, потому что я когда-то летал в аэроклубе, на планере, на самолете, прыгал с парашютом. Вообще, как говорят, мечтал о небе. И вот в этой песне отразилась эта моя мечта. Уважаемые телезрители, у нас сейчас в гостях Войнович Владимир Николаевич, писатель. И он не только писатель, он еще и художник, и, как вы видите, и романтик. И мы поговорим об этом сразу после рекламы. Это я, Валерия Калиная, в очках. Это опять я, уже без очков. Раньше я читала в одних очках, водила машину в других, теперь я делаю то же самое вообще без очков. Вы спросите, как? Институт лазерной микрохирургии глаза доктора Леонардо Блея. Процедура Лейсик за 20 минут изменила мою жизнь. Измените и вы свою. Это я на следующий день. К плохому зрению привыкнуть невозможно. К хорошему привыкаешь быстро. Ее голос нельзя забыть. Каждая ее новая программа – откровение. Ей мечтают вручить свои новые песни самые маститые композиторы и поэты. Ей, единственные из русских исполнителей, стоя аплодировали зрители самых престижных залов мира. Олимпия в Париже и королева Виктории в Лондоне. Елена Камборова в новой программе «Другие времена». И, как всегда, рядом блистательный дуэт музыкантов-виртуозов Олег Синкин и Вячеслав Голиков. Елена Камборова в новой программе «Другие времена». Мудрые решения даются легче, если планировать будущее заранее. Историческое и престижное еврейское кладбище «Бет-Эл» предлагает специальную программу по предоплате участка с постоянным обслуживанием. Это поможет вашим близким избежать повышенных расходов в будущем. Позвоните представителю «Бет-Эл» и получите информацию на русском языке. Если планировать будущее заранее, мудрые решения даются гораздо легче. Дрожание рук, потеря памяти, затрудненная походка. Неужели болезнь Альцгеймера или Паркинсона? Специализированный центр доктора Хилемского имеет многолетний опыт работы с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Команда профессионалов высочайшего класса оказывает полный комплекс медицинских услуг пациентам, страдающим болезнями Альцгеймера и Паркинсона. Мы желаем вам крепкого здоровья, но если проблем не избежать... Вспомните доктора Хилемского. Как замечательно звонить домой в Россию. Но было бы намного лучше, если бы можно было звонить за границу в любое время, где бы вы ни находились. С компанией СтарТек вы сможете звонить в Россию из вашего домашнего и с мобильного телефона минимум за 1,9 цента за минуту. Подписывайтесь сегодня, чтобы наслаждаться высоким качеством международных звонков по очень низким расценкам. Contemporary Furniture Center предлагает современную мебель на любой вкус. У нас самые низкие цены. Выбрать мебель можно по интернету или в нашем центре в Коннектикуте. Звоните 860-356-03-22. Вопросом размещения рекламы на Артен звоните 1-800-222-27-86. Добавочные 213. 1-800-222-27-86. Добавочные 213. С вами Борис Тенцер и мы продолжаем нашу передачу «Контакт по понедельникам». У нас сегодня в гостях писатель и художник Владимир Николаевич Войнович. Владимир Николаевич, вот мы закончили... Художник и не романтик, но скептик. Для вас существенно? Ну, существенно, потому что все-таки я не романтик. Хотя, ну, бывает у меня в какой-то степени какие-то романтические побуждения бывают. Я думаю, что они в каждом нормальном человеке. Но потом просто у меня жизненный опыт меня привел к какому-то такому больше к скептицизму. То есть, скажем так, вы изменились годами, да? Вы стали философом? Ну, философом в моем возрасте все становятся. Скажите, пожалуйста, прежде чем мы перейдем к картинам, тогда уже мы, Коля, уже заговорили о философии и скептицизме. Вы религиозный человек? Я нет. Вы интересуете, читаете там Библию, Тару или, я не знаю, Коран? Я Библию, конечно, читал, и больше того, даже в детстве моя бабушка читала Евангелие. У меня две бабушки, одна еврейская, одна русская. Так вот, еврейская на меня влияние не оказала, а русская бабушка читала, когда мне было 9 лет, она мне читала Евангелие. Вот, я его знал от корки до корки. Вот, но я, и Библию я вообще, конечно, тоже читал, но я человек неверующий, я, вот как говорят, агностик, я просто не знаю, что. Я, знаете, говорят, что религиозный человек – это тот, который верит, что Бог есть, а это есть, это тот, который верит, что Бога нет. Я не отношусь ни к тому, ни к другому. На всякий случай вы, как бы, не говорите нет и не говорите да. Я не на всякий случай, я не знаю, я не знаю, если вы знаете, это хорошо. Но я не знаю, вот. Но я думал, на вас услышали от вас сегодня. Я не вижу, понимаете, дело в том, что я не вижу никаких доказательств, доказательств существования Бога, и не верю ни в какие доказательства его отсутствия. Понимаете, потому что я не верю знаков. Я привык верить в то, что я, что проверено моим личным опытом. Я, это моим личным опытом не проверено. Я не видел никаких знамений. А вообще в жизни, разве у вас не происходили какие-то такие события, которые вам казалось, что кто-то держит над вами руку? Точно, точно происходили, да. Но это я называю судьбой. Происходили. У меня было несколько случаев, когда судьба, может быть, Бог, я не знаю, давали мне знак, что вот так вот делать нельзя. Вот я вам расскажу такой мелкий эпизод. Я работал плотником на стройке, и там ходил с лестницей, мне надо было на втором этаже снаружи что-то забивать. И вот я шел как-то с такой лестницей, мне было 18 лет, или даже 17. Я шел и увидел, передо мной поднимают на такой деревянной площадке, лебедка поднимает две тачки с раствором. Вот, она поднимает, а я знаю, что под грузом стоять нельзя. Но я думаю, ну ерунда, не может быть, чтобы когда я тут прохожу, чтобы она упала. Потому что никогда я не видел, чтобы падали. И вот я пошел, и только я сделал лишний шаг, она таки упала. Она просто за моей спиной упала. И вот огромный ком раствора просто мне в голову попал. И я, как ни странно, это не больно было. И я, как ни странно, даже не испугался. Я потом только подумал уже, что... Я тут же наклонился и стал... Мы потом... Кран, кран был. Вот, водопроводный. Так в чем же вы видите знамение? А мне вот сказали, вот видишь, тут написано... Иногда падает. ...написано, не ходи, так не ходи. Вот я с тех пор никогда не хожу. Потом у меня был один случай тоже, когда я летал на плане, я не буду долго рассказывать, но я однажды в самостоятельном полете я решил, ну что я буду пристегнутый, вот возьму это и отстегнусь. Только я отстегнулся, планер у меня как ухнул вниз. Дело в том, что планер это такая штука, которая сильно очень всегда болтает. И я не знаю, как я не вылетел из кабина, после этого я всегда пристегиваюсь на самолете, когда стюардесса не видит, я все равно пристегиваюсь. И в машине тоже? И в машине тоже, да. Какое же было знамение для того, чтобы вы взяли в руки кисть? А знамение было такое. Я сидел, я давно уже работаю на компьютере, и вот я как-то, да... Вот я писал, 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 значит, сколько там, лет сорок или больше, и потом вдруг дошло до того, что я вдруг в какой-то момент понял, что я не хочу писать. Вот я сижу перед компьютером, я знаю, что писать, но мне почему-то, кажется, очень не хочется, и я думаю, вот одну страницу написать. Это надо сколько раз стукнуть по этим... Простите, а вообще вы любитель писать? Вы писатель любитель? Да, нет, 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 но я вообще, я писал фанатически вообще, и много лет писал фанатически. Я люблю писать. Тогда в двух словах, буквально, чтобы как бы, не уходя далеко в сторону. Скажите, вы вставали утром и знали, что надо написать 2000 знаков или там 10 страниц? Нет, нет, нет. То есть у вас было такое? Нет, я не организованный совершенно. Я могу провести день, ничего не написать, могу сидеть с 7 утра до 12 ночи, не разгибаясь. Это тоже, это обычно бывает. Вот вначале, когда я пишу книгу, вначале я с трудом расхожусь, а потом, когда разгоняюсь, я просто уже, мне жалко времени на сон, я просто с утра встаю и сажусь, и пишу. Понятно. И так компьютер, и вам лень? Да, лень. Я садился утром перед компьютером, дисциплинированно, в общем, садился, смотрел туда и думаю, ну не хочу я писать. Не хочу, я сидел, так смотрел, вот. Потом, да, а потом я рассказывал эту историю тысячу раз, поэтому даже ваши зрители, наверное, они... Люди ведь забывчивые, вы знаете. Ну, кто-нибудь из них читал, да, скажут, вот одно и то же повторяет. Но я повторю. Однажды, однажды я был в Москве, приехала из Мюнхена моя покойная жена, она приехала со своими учениками, она преподавала русский язык в Мюнхене. И вот со студентами своими приехала. Был ее день рождения, они пошли на измайловский рынок, подарили ей картину на терморт, она повесила на стенку. Мне это на терморт, я быстро перескажу, на терморт не понравился. Я смотрел, думаю, что это не то. Я пошел в магазин пищебумажный, там купил тюбик детский, то есть семь тюбиков, набор. Нет, масло, масло. Да, ну маленькие такие ученические краски. Семь тюбиков пришел, перерисовал. И смотрю, заиграло, совсем другое дело. Картина стала интересная. Перерисовал только фон. Думаю, надо же как, а? Ну-ка так попробую. Там посмотрел на себя в зеркало, попробовал автопортрет. Попробовал, смотрю, тоже похуже. Ну там одна рука короче, другое, там еще что-то. Но вообще-то даже такая карикатура получилась. Да, кстати, я обратил внимание, что у вас довольно много автопортретов. Я вообще очень внимательно и всегда с большим интересом смотрю автопортреты. Мне кажется, что это как бы, ну человек пытается в самом себе разобраться. Вот с вами Терембранда, сколько у него, огромное количество. Это тоже, вы тоже через это правили? Да, конечно, конечно. Дело в том, что две причины. Во-первых, я хочу понять себя. Во-вторых, я хочу, я самый терпеливый свой натурщик. Потому что если кого-то сажаешь, ну я вижу, начинает ерзаться, ерзать, мне тоже становится неловко заставлять его сидеть. А так, я знаю, что мой натурщик никуда не уйдет, он будет все терпеть. Я его рисую, рисую. Кроме того, я, другого человека, его же надо комплиментарно изобразить. А себя я могу изобразить как угодно. Я нарочно делаю. И вот вы видели, там у меня разные есть портреты, где я там себе, во всяком случае, морщин не убавляю, ничего, так вот, пытаюсь себя изобразить. Кстати, я должен сказать, что у вас очень молодое лицо, у вас есть какие-то свои диеты. Может быть, это портрет Дориана Грея. Нет, у меня диет нет никаких. Вот. Я, кстати, я очень люблю Рембрандта и очень люблю его портреты и очень люблю его за то, что вот он не комплиментарен. Он себя так вот изображает. Вот. Может быть, он себя видел даже хуже, чем другие. Может, ему тоже вот комплименты говорили, а он говорил, нет. А я вот такой. И так вы пишете. Вы начали рисовать вначале себя, а потом вы почувствовали в себе необходимость вообще постоянно пользоваться красками. Ну да, но я не... Вы забросили компьютер, теперь вы уже не щелкаете? Нет, 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 нет. Как не щелкаю? Я пишу, я только что вот выпустил одну за другой две книги, и я, кстати, сказать, вот я в прошлом году закончил третью, последнюю книгу Чонкина, да. Вот. Сейчас я издал... Это, правда, старая книга, но я ее сильно переработал. Это книга о Вере Фигнер «Деревянное яблоко свободы» она называется, раньше называлась «Степень доверия». А теперь я заканчиваю мемуары очень большие, это будет очень много. Много страниц, жизнь длинная, и мемуары длинные, я работаю каждый день. Вы ведете дневники? Нет, никогда. У вас хорошая память? Говорят, хорошая, да, потому что... Но писать мемуары, наверное, надо, или вы считаете, что мемуары это... Ну, мемуарист, конечно, говорят самые фантастические... Кто пишет самые фантастические вещи, это мемуаристы. Я надеюсь, что мои мемуары будут не столь фантастические, но, конечно, что-то бывает, иногда не точно помнишь какую-то дату или что-то, но память у меня хорошая. А что вы больше любите? Города или деревенские местности, лес, поле? Что... Какие пейзажи, скажем так, жизненные пейзажи? Да, ну, как вам сказать, я все люблю. Я в молодости, например, любил пляж, на котором очень много народа. Вот просто, чтобы было битком. А сейчас я люблю уединенный пляж. Вот. Я люблю, в общем, и город, но какие-то такие, более-менее пустынные улицы. Вот. Маленькие какие-нибудь переулки. Вот. И люблю загород. Сейчас я живу загородом. Я вижу, что вы любите и животных. Вот, например, у вас есть довольно большой цикл картин, которые отражают в большей части домашних животных. И больше всего мне показалось, там присутствует петухов и курей. Да. Это особая какая-то привязанность? Или это вы пытаетесь, как философ, как бы передать какое-то отношение сравнительно с человеческим существом? Ну, может быть, это я не знаю. Ну, курица, это у меня... Я себя просто вообразил, не считая, какую-то историю с этой курицей, потому что я считаю, что вот люди к курам несправедливо относятся, потому что вот я написал там, что они изображают всяких орлов, соколов и все такое. А курица, которая столько добра человечеству принесла, больше всех других птиц, вот ее как-то обходят стороной. Поэтому я решил, вот... Вы всегда чувствуете боль за проявленную несправедливость? Это как бы вас всегда волнует? Вот если вы видите, идете по улице, видите, кому-то что-то, несправедливость какую-то проявляется, или кто-то выступает. Вот в свое время я знаю, что вы написали письмо в газету «Известия» о том, что вы категорически не согласны с клеветой против Сахарова. Да, да. Вот, это было еще до того, как вас лишили гражданство. Да. Это был тоже поступок. Это как бы ваша позиция всегда вот... Ну, по-моему, да, я не знаю. По-моему, всегда. Но дело в том, что это же, собственно говоря, есть какие-то вещи, я иногда могу-могу промолчать, потому что... А вот, я говорю, бывают ситуации, когда не могу молчать. Потому что, понимаете, наша жизнь вся из сплошных несправедливостей состоит. Просто надо тогда выйти или застрелиться, или пойти там, я не знаю, уже биться головой об стенку. Но, в принципе, конечно, особенно в советское время, ведь еще разных людей, в том числе писателей, писатели особенно, поскольку они считались помощниками партии, так как обязательно втягивали, чтобы они в этой несправедливости принимали активное участие. Ну, не в мое время, а гораздо раньше, например, писатели подписывали письма с требованием кого-нибудь расстрелять. Вот, в мое время уже не так, но в мое время требовали одобрить осуждение там кого-то. Понимаете, тогда душа восставала, и приходилось, конечно, вот так. А вот вам кажется человек вообще справедлив по своей сути, или он забывчив и... Нет, я думаю, в человеке, в принципе, борется и то, и другое, в нормальном человеке борется и то, и другое. Но вообще в человеке есть два главных, я бы сказал, инстинкта. Во-первых, это инстинкт самосохранения, но в более широком смысле такой эгоистический инстинкт, который вот тянуть к себе и защищать себя, защищать свою семью и приумножать свое состояние и так далее. И бывает альтруистический инстинкт, который в нормальном, психически нормальном человеке должен быть обязательно. Потому что если в человеке нет этого, он урод. Понимаете, как и тот, и другой. И вот поэтому чувство справедливости, оно в каждом человеке есть. Значит, каждый человек, жизнь такова, она сложна, человеку приходится соразмерять. А вот я выступлю за этого, а мне за это голову отрубят. Так вот, а мне голову отрубят, а я ему все равно не помогу. А вот бывает так, что ладно, пусть и мне голову отрубят, но вот я не могу молчать. То есть для разных людей разные ситуации имеют разное значение. Вот вы приехали в Германию, вы приехали в Германию. У вас была вот эта вот память или наоборот забывчивость? Ведь, в общем-то, в моем представлении немецкий язык, он ассоциируется зачастую с теми фильмами, которые мы смотрели о Второй мировой войне, об отношении фашистов. И поэтому, как бы, Германия для меня это непростой вопрос. Вы приехали в Германию. У вас была внутренняя память, которая вот заложена была? У меня внутренняя память была раньше. Я вам скажу, во-первых, такую вещь. Мой отец был на фронте, когда он вернулся, его очень рано. Он полгода провоевал и был тяжело ранен, и стал инвалидом. Когда он вернулся, я его, как все мальчишки моего поколения, спросил, папа, сколько немцев ты убил? Он на меня посмотрел очень зло, сказал, я не убил ни одного, и очень этим доволен. Понимаете? Вот. Значит, поэтому у меня было такое воспитание. Мой отец очень возмущался, когда Эренбург писал или Симонов, что вот немца, сколько раз увидишь его, столько раз и убей. Немца, а не фашиста. Значит, но у меня все равно было вот такое к немцам, такое отношение. А однажды оно, вдруг оно однажды кончилось. Это была такая странная ситуация. Я единственный раз, как советский человек, я был, я ездил за границу, не считая того, что я служил солдатом в Польше, но один раз я был за границей в Чехословакии. Один раз привилегию писательскую получили. Да, это так ездили не только писатели. Ну, хорошо, значит, вот я, 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 я там плыл на пароходе и что-то снимал, какие-то виды, какой-то замок там снимал, все. А тут была группа немцев, и они говорили по-немецки, мне был неприятен этот язык тоже, вот. А потом, когда я стал фотографировать, они еще стали надо мной смеяться. Я ужасно разозлился, думаю, вот, взял бы всех, убил, да. Вот. Потом они мне стали что-то показывать. Потом я смотрю, оказывается, я не снял крышку с фотоаппарата. Я рассмеялся, и у меня вот это вот отрицательное отношение к немцам ушло навсегда, просто, вот. Из-за такой ерунды. А потом я приехал, я встретил очень много нормальных немцев. У меня один из моих друзей, его отца повесили, потому что он участвовал в заговоре против Гитлера. Почему я должен всех немцев ненавидеть, понимаете? Вот. И еще, я встречаю там очень много людей, которые были, у нас тоже был ужасный режим, и многие люди сотрудничали. Но мы же не говорим, не все же виноваты. Хотя очень многие немцы виноваты, я это помню и сейчас помню. Но немцы, в отличие от некоторых, я бы сказал, да, вот немцев, значит, учеников гимназии, ну, во-первых, им все время рассказывать, что было при нацизме. Больше того, учеников гимназии, вот в Мюнхене, обязательно, в обязательном порядке, вводят в Дахау и показывают, вот видите, вот видите, видите, что делалось, понимаете. У нас этого в России, я имею в виду. К сожалению, этого не делать, а надо бы. А вы как-то говорите о том, вы заявляете свое мнение? Ну, я писал это, я много раз писал. Я сейчас публицистикой говорю, я не занимаюсь, но я писал много раз. Я вел какое-то время, писал еженедельные колонки в газете «Известия», потом в газете «Новые известия». Я писал про это много раз. Это было после возвращения, да? После возвращения. И вообще, я, у меня есть целый том публицистики, где все, это много раз говорил, это бесполезно. То есть, может быть, не совсем бесполезно, но вот сейчас, вы знаете, Сталин объявлен чуть ли не лицом России. Ну, одним из главных лиц России, понимаете, это... Вам это было болезненно, слушайте? Отвратительно. А как много людей, окружающих вас, думает точно так же? Окружающих у меня таких нет. Я в своем окружении не держу таких. Ну, а вообще, в России, как вы считаете, как много людей думает об этом? Ну, видите, говорят миллионы, я не ожидал, честно говоря. Дело в том, что я о Сталине, вообще о культе личности довольно много писал. Когда я начинал писать, мне всегда говорят, да что, да уже все забыли, уже никто не знает, кто такой Сталин. Оказывается, знает, молодежь знает, кто такой Сталин. И главное, хочет такого Сталина. Вот это такой... В Германии никто о Гитлере не мечтает. Ну, есть там, конечно, неонацисты, но это маленькие группы. Можно как-то объяснить, чем это вызвано? Почему в России такое возрождение Сталина? Это идет сверху или это какой-то вот ностальгическое, как говорят, русский человек, ему нужен царь? Не знаю, трудно, это странный феномен. Это вообще народное мировоззрение, оно не всегда мне понятно. Например, я из другой области возьму, если человек в народе очень много, человек заболевает какой-нибудь тяжелой болезнью, он идет к какой-нибудь старухе, лечится заговором или пьет керосин или еще что-нибудь, а потом только решается пойти к доктору, понимаете? Поэтому это тоже... Люди больше верят в нечто мистическое. А Сталин стал мистической фигурой. Он стал таким, потому что все-таки его разоблачали достаточно, кто хочет, тот может знать, но все-таки, видимо, многие люди не знают, есть такое представление, что был такой строгий, но справедливый, и что при нем всем было хорошо или всем одинаково плохо. А как вообще Россия смотрится из-за рубежа? Вы вообще бываете? Вы в Мюнхене оставили квартиру свою или у вас уже нет? Ну нет, у меня там дочь живет, я, конечно, бываю. Ну как вообще Россия смотрится как бы из Германии? Ну, вначале вы жили в Германии, просто видели Россию. А вот сегодня, как вам кажется, смотрится Россия сегодня из-за рубежа? С особым характером, с особой дорогой, выбранной особым путем? Ну да, но дело в том, что это представление о России, оно меняется, и вот я просто... Сейчас я не слежу за немецкой прессой, а когда следил, то сначала было представление о русских, значит, это нищая страна, все нищие, потом стали думать, что русские это все олигархи, вот. Так меняется представление, теперь я не знаю, что думать, но, во всяком случае, разочарование, конечно, есть, потому что, потому что, ну, мне кажется, так же, как и здесь, потому что, в общем, на Западе было представление, что Россия как-то, в общем-то, присоединяется к западному пути и к западным ценностям, а, видимо, она присоединяется не совсем, и вообще... Это свойство русского характера, быть, как бы, немножко все время на стороне, искать свой путь, или это что? И вы знаете, что отчасти свойство русского характера, вот, существовать, знать, что над тобой есть начальник, который о тебе позаботится, он тебе скажет, что надо делать, он тебя наградит, он тебя накажет, и все такое, подчиненность такая. Ну, и власть тоже, власть у нас, она, понимаете, она использует эти черты характера, да, и вот, да, Россия... Вы как-то сказали о том, что, мне так кажется, что Путин, как бы, и вообще Россия, может быть, двигаются к монархии. Да, ну да, дело в том, что я сказал даже нет, я написал вообще большую статью в журнале Шпигель, кстати, немецком, пару лет тому назад, я написал, что вообще-то создалась такая ситуация, что если Путин захочет, то он встанет, потому что никаких препятствий не будет. Сейчас сложнее ситуация, кстати, вот. А что, и в России есть много сторонников монархии, если он выразит желание, то сразу найдутся и писатели, и режиссеры, и кинорежиссеры, которые в печати, по телевидению будут говорить о том, что нам монархия, что это российская традиция, Россия вообще монархическая страна, и начнут говорить, и постепенно потом проведут референдум, 98% населения проголосует за монархию. Вы останетесь в России или уедете, если будет монархия? Не знаю, может быть, и уеду. Сейчас для меня это вопрос уже не такой. Вот в свое время, когда меня выгоняли, я бы тогда добровольно ни при каком раскладе не уехал бы. А сейчас я просто не знаю. Во всяком случае, я, может быть, и остался бы в России, но просто я бы этого все равно не одобрил, понимаете, вот. Никак остаться в России, это не значит одобрять то, что в ней происходит. То есть вы считаете, что можно оставаться в России и не одобрять, или если ты находишься в России, если ты российский гражданин, ты должен выйти на улицу, ты должен что-то делать, ты должен что-то с тобой как бы пытаться изменить? Ну да, в какой степени должен выйти на улицу или что-то. Вы человек активный? Или как-то, нет, пассивный. Я активный только в письме, понимаете, вот я не люблю, я терпеть не могу всякие митинги, лично я, понимаете, я не против них, но я не люблю своего участия. Я не умею, митинги, они требуют выхода на трибуны и говорения каких-то лозунгов, прямых таких, потому что иначе бессмысленно. Надо говорить громким голосом. Хорошо. Я хочу пожелать, чтобы ваша главная деятельность была литература и художественная, и чтобы в этом вы всегда преуспели еще много-много чего интересного сделали, с которыми вы познакомились. Спасибо, я буду стараться. Большое спасибо за то, что вы сегодня провели с нашей передачей «Контакт по понедельникам». И добро пожаловать в Америку, в которой вы бываете по сто раз. Welcome to USA. Хорошо. Уважаемые телезрители, и вас я тоже, как всегда, благодарю за то, что вы провели вместе с нами, вместе с писателем Войновичем, и с передачей «Контакт по понедельникам» это утро. Всего хорошего, до новых встреч. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 Продолжение следует... На студии, когда услышал эти песни, которые, оказывается, написал тот такой Тонио, то есть их такое количество огромное, шлягеров на самом деле, что он для меня совершенно открылся с другой стороны. И потом он очень красивый мужчина, и все это вместе очень красиво сочетается. Наверное, такие люди рождаются раз в сто лет. Это тепло, это вот душа, это отрыв эмоций, это вот столько вот красивого. Я вернулась в город, где цветет жасмин, в сумерках купается Париж. Ты с волшебной скрипкой опять один на знакомой улице стоишь. А помнишь, как пили вино? И как зловались в кино. Скрипач, мелодию любви моей сыграй. Скрипач, мелодию души моей верни. Скрипач, одним движением смычка на миг целью.